С чего начнем? Давай Саша начнет с лоджика. Мы как бы по очереди докладываем. Имеет смысл сразу начать драться, потому что логика все равно лучше Эбблтону. Вообще, откинув в сторону шутки, хотелось провести это мероприятие в формате дискуссии. Не Махача, Лоджик лучше, чем Эбблтон, или наоборот Эбблтон лучше, чем Лоджик, а все-таки рассмотреть и Эбблтон, и Лоджик, смотреть на их насильные стороны, и посмотреть на слабые стороны каждого спенса и понять, что действительно нужно. В конце занятия поделимся мыслями по поводу того, как мы на самом деле считаем, что лучше. У нас есть определенные на это деньги, но хотелось бы, чтобы все-таки вы для себя сделали вывод, чем проще вам работать в Лоджике или в Эбблтоне, или в Эбблтоне и в Лоджике по переменам. Наверное, Ильям не уступает первого наступающего, я, наверное, сразу коснусь с Лоджикой. Вот так простенько выглядит эта чудесная программа, практически ничего нет, тут не все умещается, к сожалению. Да, давай лучше Эбблтон сразу. Вот, в общем, и все. Минималистичный дизайн. К счастью, повелось поработать на всех музыкальных спенсерах, которые существовали и дожили до сегодняшнего дня. Но со временем предпочтение все-таки отдал Лоджику, наверное, по одной простой банальной причине, потому что привык. Привык работать на Atari, с нотатором, потом с Лоджиком, потом был период программы QBase, до версии SX, где-то я дошел, потом плюнул. Были и Протуз, и в различных студиях приходилось с ним работать. Как музыкант, как исполнитель, мне и Протуз не понравился, ввиду слабой части миди. В процессе он был никакой. На сегодняшний момент Протуз подтянулся. Был QCock, был Risen, был Ableton и все-таки Лоджик. Так получилось, что на всех студиях, на которых мне приходилось работать, был Лоджик, и все работали именно в этой программе. Он претерпел много изменений, превратился в итоге в однооконный интерфейсный секвенсер, и все происходит в одном пространстве теперь, как и все профессиональные программы. У каждого специалиста есть свои плюсы и минусы, и, наверное, стоит там затронуть некие моменты удобства работы. Первое. Всегда, когда вы садитесь работать с аранжировкой, вы производите некие действия создания треков, изменения внешнего вида интерфейса. Удобного. Назначение тех или иных инструментов. Основных инструментов. Операции с объектами в лоджике дополнительных. Коммент, клипту, которые доступны с помощью клавиш модификаторов. Просто там создать регион и так далее. Это темплейт. Создание темплейтов для разного вида продавших. Для создания треков с нуля, естественно, мы там создаем трек с барабанами, пасовый трек, лиды, подклады и так далее. Создаем множественные шины, добавляем туда эффекты, открываем эквализацию на каждом треке. И все это занимает очень-очень много времени. Проще создать для себя уже готовый интерфейс, в котором вам удобно работать. Создать нужное количество треков, чтобы обратно не возвращаться к этим моментам, которые отнимают треки. Можно просто создать. Можно просто закрыть его. Вот так. И скандартных темплейтов, которые, по моему мнению, абсолютно бесполезные. И либо создать свои собственные, в которых уже что-то будет, с чего можно уже начинать. Это барабаны, объединенные в группу, в трекстех. У всех инструментов уже присутствуют те или иные плотины, добавлены шины, на шинах добавлены эффекты. Достаточно просто взяли. Те или иные посылы, и сразу начать работать звуком, если нужно добавить короткий рун на снейры, на перкуссии. Достаточно просто отправить сигнал на шину, на которых уже расположены те или иные плагины. Это очень удобно. Следующий момент, который появился в десятой версии Logica, это MIDI-процессинг, который позволяет теперь Logica управляться с MIDI-данными очень просто. И создание, допустим, электронного продажа, я сейчас не говорю про классические стили музыки, потому что там все-таки свои приемы. Большая часть завязана на запись живых инструментов, или аккумуляция с помощью тех или иных плагинов, синтезаторов, которых в Logica большое количество. И хочется сказать о том, что основное отличие Logica от Ableton Live, это полный спектр плагинов и синтезаторов, которые все звучат. И, в принципе, в Logica не нужно устанавливать дополнительные аудио-юнит-синтезаторы, чтобы начать комфортно создавать свою аранжировку. Большое количество Apple Loops в петель как аудио, так и MIDI позволяет быстро добавить инструмент на дорожку. В данном случае это зеленый Apple Loops, который в себе содержит MIDI-данные. И на Channel Stream открывается сразу логин и обработка, которая обработана основной сигналом. И можно уже начинать работать. Apple Loops группированы по стилям и добавив только один из общей стилистики Apple Loops, можно выбирать другую вариацию и тем самым изменять звучание того или иного инструмента, то есть секвенцию. Следующий удобный инструмент, который появился в 10-й версии Logica, это драма. Не секрет, что для некоторых очень сложно создать барабанную петлю. Это сразу поиск лупов в различных библиотек, перелопачивание большого объема данных для того, чтобы создать для наброска хотя бы какой-то ретнический рисунок. В Logica появился такой инструмент как драмер, который позволяет избавиться от долгой кропотливой работы по поиску барабанных петель и фактически самому создать барабанное развитие. И инструмент очень удобный. Давайте посмотрим. Создаем драммер. В жанре можем выбрать жанр музыки. В данном случае возьмем Electronic и посмотрим, что у нас здесь выименос. У нас в окне аранжировки появился некий регион, который является ни аудио, ни миди. Он называется драм-регион. Он может конвертироваться в миди для более тонкой настройки изменения грубо барабанной петли. Я сейчас воспроизведу то, что предлагается по умолчанию. Один квадрат. Следующий квадрат уже измененный. Все настройки, которые мы видим, применяются именно к этому региону. И в данном случае я сейчас возьму и сделаю короткое развитие. Возьмем ножницы. Порежем на четыре части. И теперь каждую из четырех частей можно изменять. Допустим, что в первой части можем отключить и нужно отключить сбивки. Отключим все инструменты. И посмотрим, что нужно. Переходим на следующий регион. Добавляем кик. На следующем регионе. Добавляем клэпы. Убираем фил. И здесь изменим рисунок. Вот это окно позволяет изменять грубо. Так как он был сыгран чудесным барабанщиком, который записывал эти петли. Программировал. Вверху более загруженные петли. Мягкие. Сложные и простые. Вот поставим. Вот так, да? И посмотрим, что у нас получилось. На каждые четыре у нас есть настройки. Вот у нас получилось некое развитие барабанов. Каждую настройку каждых двух тактов можно сохранять в виде пресетов для себя и потом выбирать. Редактировать барабаны можно в этом окне. Меняется каждый инструмент. Сейчас возьмем. Мечки. Нагибающие. Мечки. Дисторшн. Первый образом. Чем Alaskaenz thought. Сап у kicka можно добавить, да? Тело. , Esteban. И параметр крисмент. Панорамма и громкость. в реальном масштабе времени можно взять и переключить барабанщиков отказавшись от того или нового поменяем драйвер и у нас поменяются все звуки и все рисунки любой регион можно превратить сразу видишь и уже отредактировать здесь то что у нас не устраивает что-то добавить и потом уже сделать bounce по нашему разумению это очень удобно для того чтобы быстро начать свой продаж соответственно там середине в конце в любом случае возникло желание поменять тот или иной звук в наборе барабанов это делается так же просто как если бы вы начинали все это делать с нуля следующий момент это нити процессе в последнем апдейте появился чудесный синтезатор алхимия сильной стороны которые являются морфинг между параметрами звуков есть некие снапшоты с параметрами звуков между которыми можно производить морфинг как мануально режиме так или с помощью авторизации снять и поистине там не один снегатор так делать не может библиотека практически вся которая была алхимия перекочевала сюда и снимает чуть больше 50 гигабайт пресетов sm о миди процессинге появилось дополнительное окно миди процессе где можно добавить арпиджатор черт триггер модификаторы модуляторы повторители нот рандомайзеры транспозеры и милософски процесса плюс логин скриптер который позволяет писать самостоятельно если есть и на гравирование виде процесса для управления сигналом и изменениями сигналов я буквально кратко сейчас покажу как просто создать групп с помощью всего лишь арпиджатор я возьму несколько дороже в данном случае это будет будет ESP возьмем арпиджатор у него есть лайфмод то есть как вот сыграем в линиях показывается силу нажатия то есть параметры велософски а также есть режим решетки грид который позволяет вам оставить самостоятельно все параметры велософски на каждое повторение и может быть даже пропустить некоторые ноты которые не нужно арпиджировать тем самым создав интересный рисунок здесь можно выставить количество шагов в арпиджаторе мы возьмем в данном случае 4 из меня велософски мы видим как меняется рисунок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем еще один инструмент. Это будет, к примеру, ЕС-2. Возьмем какой-нибудь бюлок. Откроем на пиджак. Переключимся опять в решетку. Теперь возьмем эти два трека, выделим, и объединяем в трек-стек в суммирующем виде, для того чтобы превратить его в один трек, в котором скрыто два инструмента, на каждом свой архиджатор и свой синтезатор, и управлять им параметром громкости и аудиообработки на одном трек-стеке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый инструмент в трек-стеке на втором охране ЧПОМОГО. Если что, то потому что они есть на предыдущем проекте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаем пацан на их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем не менее, в каждом трек-стеке можно облучить контроллеры в реальном масштабе времени внутри трек-стека управлять двумя синтезаторами сразу с вашего контроллера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем, запишем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И эти параметры прописывать в автоматизацию, это очень удобно. В том числе, если нужны какие-то аккордовые звуки, можно также создать трек-стек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И виде-процессинги воспользуемся триггером, который позволяет при нажатии на одну клавишу воспроизводить одного и более звуков в зависимости от того, как возопрограммировать. Либо можем пользоваться уже готовыми пресетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Либо ему полностью обучить самому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрем все, что есть. И включим режим лен. И при нажатии ключевой клавиши один раз задаем аккорд, который будет звучать. Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из режима лен выходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включаем арт-режетор до чёрт-триггера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В режиме грид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тем самым изменяя в арпеджиаторе грид, можно добиться интересных ритмических рисунков, которые, может быть, даже не возникли там в голове во время самого процесса аранжировки. Перемещаем арт-режетор. После триггера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это удобно. Я думаю, что в Эбблтоне такого нет. Думай, думай. Я сейчас покажусь. Илья, я немножко прервусь. Окей. Это всё есть в Эбблтоне, на самом деле. С 9.5 всё появилось. Арпеджиатор появился точно такой же. Ещё три дня назад... Нет? Такой же абсолютно. Ещё три дня назад это была фишка Лоджика, почему я не на него в своё время засматривался, потому что, блин, классный арпеджиатор, он всё сделает за меня. Ну, да, он хороший, но теперь он есть в Эбблтоне, и я его в итоге не здесь, не в Эбблтоне использовать не буду. Ни в Лоджике, ни здесь. Потому что я в отсутствии арпеджиатора в Эбблтоне научился делать то же самое, руками рисовать партию и прикидывать, где какие ноты мне нужны, где какое велосипедие. То, что я сейчас видел, это классно. Я люблю Лоджик. Но я хотел задать всего два вопроса. Кто-нибудь в Лоджике работает? Вообще музыку пишет, ребят? Да? Хорошо, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь пишет из заводских звуков, чтобы весь трек издать на заводском звуке? Кудачоку. Было? Издавало? Не, я тоже не сдавал. Я открыл звуки, огонь. Начинаю делать миксы, что-то не то, что-то не сходится. Когда начинает сходиться, проходят уже года три после релиза звуков, и эти звуки уже не актуальны. То есть они звучат классно, кайфово, но не трендово. Чтобы получить трендовые звуки, что нам нужно? ВСТ. Нам нужно либо самому крутить, либо использовать ВСТшки. Например, даже если сам крутишь мессив тот же, но он уже морально устарел, чтобы ты там не накрутил. Все, кто уже крутит его годами, они знают, как он звучит. Мы сегодня в Веболтоне. Мы сегодня в Веболтоне. Я просто с вами дискуссию развиваю. Мы сегодня в Веболтоне. Мы сегодня в Веболтоне, да. Я к чему? К тому, что нельзя купить секвенсор и думать, что все, сейчас попрет продакшн. Все равно нужны ВСТшки, все равно нужны плагины. Хотя бы тот же контакт, чтобы пожирнее там и барабаны, и пианино, чтобы все было хорошо. Сэмплы лупы в лоджике не ахти, да? Ну, а Веболтоне лупы — это как бы предел мечтания, да? Вы там с ними можете делать все, что угодно. Как мне переключить с этого? На кнопочку даже не волшебно. На какую? Два. Прибирает лупу. Может быть, ты второй? Может быть, все-таки Веболтон первый? Как полагается. Ай-я-я-я. Yes. Он лучше. Он номер один. Насчет новшеств версии 9.5 рассказывать не буду, просто они докрутили симплер, сделали его круче. И все стало получаться намного быстрее. Значит, чем мне нравится Эболтон? Там не видно, кстати, потому что за столом мне очень не видно. Ну, в любом случае, лучше видно, чем лоджик, скажите. Пропорции хотя бы сохранены. Да, ярче, все хорошо. В современном мире все ускоряется, да? Ритм, темп жизни у всех очень быстрый. Мне нравится, что, имея Эболтон, имея трекпад и клавиатуру, я могу уже писать музыку, да? Мне не нужно, в принципе, контроллеры, еще что-то. Я могу делать это на ходу, я могу делать это в наушниках, капельках. Но это уже лично мои, да, какие-то качества, характеристики. Я вам этого не навязываю. Мне просто хочется, чтобы ваш продакшн был мобильный, да, максимально. Вот у вас пришло вдохновение, вы должны максимально быстро реализовать эту идею. Быстрее, чем в Эболтоне, вряд ли где-то можно такое сделать, особенно если вы подготовите заранее какие-то инструменты, какие-то звуки, да, поработаете над своей библиотекой, опять же, сэмплов, лупов и так далее. И здесь будет меньше слов, типа программирование партии, еще что-то. Для меня музыка – это определенный кураж, да, полет фантазии, какая-то нирвана. Когда приходит вдохновение, мне уже не хочется там, я на лоджик смотрю просто, мне не хочется программировать там арпеджиатор или еще что-то. Потом драм-партия, ну классно, да, самоиграйка, но я в ней не могу ничего фактически двигать. Я могу на последнем этапе подвинуть меди-ноты, но в любом случае я не могу, если я не прав, поправь меня, я не могу вынести каждый инструмент на свою дорожку, чтобы правильно проэквализировать, правильно прокомпрессировать, может быть, заменить звук, если мне не нравится тот кит, который там собран. То есть это такой шаг, на мой взгляд, в сторону гараж-бенда, да, когда люди не умеют барабанить, но им очень хочется записать демку. Вот демка – отлично, но в треке, в релизном, да, я бы не стал использовать эти барабаны, собственно, и не использовал. Просто тоже посмотрел, посмотрел превьюшки, да, обновления, классный дизайн свежий, все круто, барабаны опять же, эти арпеджиаторы и так далее. Купил, постарался пересесть с Эблтона, да, просто я решил, я все, я с Эблтона завязываю на полгода, и полгода мучился в Лоджике, пытался что-то сделать, и ничего не получается, ну просто другой немножечко воркфлоу, да, я больше себя чувствовал программистом вот этого вот секвенсора, чем каким-то творчеством занимался или таким вещами. А для меня это очень-очень важно, то есть я терял кураж, терял задор, у меня получались идеи уже не быстро по наитию, да, из головы, которые пришли, я их раз сразу изобразил, а они получались больше такими, куда меня Лоджик направит, да, где легче там получилось что-то запрограммировать, туда как бы иду. В Эблтоне, что это я все про Лоджик, да про Лоджик, как будто я прям Лоджик раскручиваю. Эблтон лучше, а он лучше всем, честное слово. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем со слайдов, они немножечко мои мысли в порядок приведут. Просто я настолько люблю Эблтон, каждый раз, когда за него сажусь, мне прям хочется писать, 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 работать, разбираться, да, собирать какие-то свои инструменты, еще чем-то заниматься. Это прям мой конструктор Лего. Вот в детстве я играл в Лего, вот мой новый конструктор Лего, да. Здесь и клипы выглядят как кубики, здесь и инструменты можно собирать как из кубиков. Потрясающе, мне все это очень нравится. Так, соберем мысли в кучу. Ну, это не фича, да, вот не индивидуально для Эблтона, просто я хочу, чтобы вы обратили внимание на функцию, которая в Эблтоне присутствует, это конвертация аудио в миди. И вот если вы не знаете, как там наиграть какую-то партию, вы можете просто напеть микрофон во встроенный микрофон, конвертировать в миди, то, что вы получите, это будет ужасно. Но, ну, все знают, да, все пробовали что-то намурлыкать, сконвертировать, отвратительно. Чуть-чуть подправить, и все, партия готова, да, поменяли инструмент вместо того, который Эблтон предлагает, и все хорошо. Да, Эблтон... Видео снимаем, да? Эблтон звучит немножечко как берлинская техно, да, и даже если вы хотите в нем создать что-нибудь там, drum and bass или еще что-нибудь. Все равно получается берлин. Все равно, да, даже если оркестровую музыку, даже если еще что-то, ну, да, есть такой косяк. А? Почему? Я думаю, потому что делали немцы, они любят техно. И они хотели, чтобы техно было больше. Может быть, поэтому. То есть даже вот с расширением... А? Я не вижу, честно говоря, этот вопрос. А, просто другое звучание, да. Если в лоджике, например, записывались на профессиональных студиях, то я не знаю, где это делал Эблтон, там, на полупрофессиональных или еще как-то. Просто изначально был немножечко другой вектор, да. Лоджик больше затачивался под аналог, под группы, под оркестры, под создание больше живой музыки. Эблтон, когда появился, это сразу была программа для EDM, да, для электронной танцевальной музыки. Весь, хотя, весь функционал для написания живой музыки, да, оркестровой или еще какой-то, в ней присутствует. Естественно, не из встроенных инструментов. Про встроенные инструменты вообще можно забыть. Встроенный эффект процессора, Max for Life, огонь, да, а вот встроенные звуки не очень. Я ответил, да, в общих чертах. Это минус. Это минус. С одной стороны. С другой стороны, это плюс. Плюс в том, что, когда вы встречаетесь с какой-то сложностью, типа подобрать звук, да, обращаетесь к библиотеке, не находите этот звук, это стимулирует ваше воображение уходить в сторону саунд-дизайна. Да, вы можете на диктофон записать там закрывающуюся дверь, проэквализировать, прокомпрессировать, получится офигительная бочка. Или у меня там на курсах есть одно занятие, когда нужно писать трек, использовать только собственно записанные звуки. И один парень пошел в магазин и записал там трек. И самая обалденная бочка, которую я в жизни слышал, это арбуз с ладошкой. Да, был бы у него лоджик, он бы не пошел вот таким путем, да, извращенным. Но в обалдене приходится, и это плюс, потому что это стимулирует воображение, да, и музыка не уходит в сторону программирования, она остается все-таки на светлой стороне силы, на стороне творчества, креатива и таких вещей. Окно сессии, да, все понимают, что в лоджике нет окна сессии, и это, наверное, основной плюс, о котором я буду говорить сегодня в разных контекстах много. Знаете, да, что такое окно сессии? То есть это как второй вид. У нас есть окно аранжировки, в котором мы пишем трек, где время идет слева направо, а есть окно сессии, где время идет сверху вниз, и мы можем использовать это окно как для живых выступлений, так и для написания музыки. И когда появился режим сессии, да, в Эболтоне они первые ввели такую историю, это была небольшая революция в мозгах людей, потому что теперь написание музыки превратилось в реальный драйв. То есть вы включаете партию, включаете вторую партию. Если вас качает, если вас прет, вы записываете этот паттерн в аранжировку, да, запускаете следующую там связку циклов, лупов или еще чего-то такого, да, слушаете, не качает, окей, давайте добавим еще один звук, давайте этот уберем. И вот процесс создания композиции, он получается более интуитивным, что ли, он больше идет от вашей души, чем от навыков программирования там клавишных каких-то команд или еще чего-то. и написание, оно уже на этом этапе приносит вам удовольствие, да, не просто прослушивание финального, финальной композиции, а уже на этапе создания, если вы используете окно аранжировки, окно сессии, то вы уже на этом этапе будете тусоваться, да, скажем так, если вы пишете EDM, вас уже начнет переть, вы будете приплясывать, окей, значит, эту часть надо сохранить, оставить себе и включить ее в трек, как все будет хорошо. Опять же, в последней версии они допилили, сделали автоматизацию, все понимаете, что автоматизация в Ableton сделана лучше, чем в Logic, лучше, чем где бы то ни было, да, Logic просто, опять я про Logic, ну что ж такое-то, Logic с собой тащит огромный балласт всякой информации, которую, он старше, да, за счет этого опытнее, от многих вещей они никак не могут отказаться, никак не могут переключить мозги на более простые какие-то алгоритмы выполнения действий, как-то автоматизация или еще что-то, что может быть проще, да, чем в Ableton нажать Show Automation или там Show Automation New Line, все, done, да, сделано, или нажать один раз мышкой на параметр, и все, у вас уже показана автоматизация, все настолько просто и интуитивно, что, ну, везде сложнее, да, в любом секвенсоре абсолютно. Работа с аранжировкой, в принципе, как и везде, да, у нас здесь есть время слева направо, мы можем расставлять эти кубики, они не очень красивые, да, единственное, это минус, да, это вот мне реально не хватает. Опять же, я не знаю почему, может быть, потому что закос под тех, но, может быть, немцы делают, я не знаю, я вот к ним поеду, там, не знаю, за сертификатом, и обязательно задам вопрос, почему не сделать перетекающие цвета, оттенки, еще что-то, почему вот у нас тупо такая таблица, и все, выглядит немножечко как тетрадка в клеточку, да, но, опять же, это освобождает ваше воображение, чтобы увидеть здесь не тетрадку в клеточку, а что-то другое, да, опять же, цвета и все прочее, это располагает. Многообразие контроллеров, да, которое делается и персонально под Ableton Live, и не только под Ableton Live, в принципе, опять же, самый гибкий секвенсор для работы с контроллерами, да, естественно, потому что вы берете любой абсолютно контроллер, будь он там сделан под Ableton специально, или не под Ableton, все равно, настройка подключения происходит очень интуитивно, да, есть кнопочка MAP, нажали ее, и любая ручка у вас под контроллер, все очень просто. Если у вас умный контроллер, я не устану никогда об этом говорить, например, вот такой, да, вы его подключаете, он автоматически цепляет все ручки, фигня, не надо так делать, вырубайте его, потому что на живых выступлениях это вас подставит, вы там включите не тот инструмент, тронете ручку, и все слетит. Но это проблема не только Ableton, это проблема контроллера, я бы сказал, они идут в сторону, как бы упрощения, да, но на самом деле, они жизнь музыкантам усложняют, вы что-то покрутили, нету подписи, что именно вы крутанули, это был катофф, там фильтр или резонанс, или еще что-нибудь, непонятно, и в итоге все пошло кота под хвост. И из-за простоты Ableton, работы с контроллерами, работы с MIDI сигналами, мы получили просто огромный массив разных новых инструментов, да, постоянно на Kickstarter собирают деньги на очередной новый инструмент, который будет офигительно работать с Ableton Live. Квадратики, да, не было такого никогда до Ableton, были Akae и MPC, да, где на каждый висел сэмпл, никто дальше не уходил, прикрутили окно сессии, и мы получили новый контроллер, все видели видео, да, по живому исполнению на этой штуке, все видели, как циклы запускают там, диджей или полудиджей, или какой-то лайф, или еще что-то. То есть сейчас для нас это норма, я думаю, если бы мы там 10 лет назад узнали, что такая штука появится, мы бы прям, ба, как круто, это реально workflow, да, это легко, это интуитивно, жмакнули кнопочку, получили партию, да, еще одну жмакнули, у вас там барабаны заиграли, или бас включился, классно. Это драйв, кураж, творчество, креатив, да, вот главные вещи, не программирование, не мануал, да, там руководство, а все сюда. Вот это, это мои любимые вещи вообще, они делаются на заказ, стоили до кризиса 80 тысяч, я их обожаю. Это гитары, контроллеры, да, опять же, с послекасанием, с подтяжками, с печами, с модуляцией, со всеми этими делами, потрясающая штука. Жалко, что так получилось с курсом. Как раз я хотел приобрести, и они ушли от меня. Кто-нибудь гитарку использует? Нет? Да? Классно, присмотрите. Не такую, да, обычную. Просто я долго искал контроллер, который был бы такой же, как гитара, да, вот это он и есть. Варпинг, ну, это просто космос, да, это апогеи технологий, он полезен всем вообще, да, я даже не знаю, с чего начать. Варпинг – это режим в Эбблтоне, который позволяет работать с аудио, вот эти желтые маркеры можно представить себе, как узелки, которые привязываются к проекту, и вы меняете темп проекта, у вас меняется расстояние между узелками. Все очень просто. Из алгоритмов вы можете себе позволить, чтобы у вас не менялась нота, или наоборот, чтобы у вас менялась нота, да, все это очень интуитивно, и можно эти маркеры двигать относительно друг друга, таким образом получая абсолютно новые партии. Это как бы хорошо, это здорово, но еще здоровее варпинг относительно треков, да, те, кто диджей, я думаю, они в курсе такой истории, что можно отварпить все свои треки, залить их… Умереть. И умереть, да. Отварпить… Не, я справился, я 500 треков за трое суток отварпил. Теперь все получается очень легко и интуитивно. То есть очень простой алгоритм, включаете в себе робота, варпите все эти треки, и в итоге вы выходите, вставляете два диска в проигрывателя, нажимаете play и забываете про pitch, забываете про то, что там аранжировка какая-то такая, не такая, потому что вы сами поменяли в Ableton аранжировку, вы сами поменяли BPM, и это сохранилось на веки вечные, да. А резиденты смотрят, ба, как так, я же такие же штуки делаю, с этими же треками, почему у него 4 деки играют, и все так классно сходится, там, не вокал на вокал, ничего такого, все круто. потому что Ableton, да, потому что предварительно подготовили, и я просто, когда готовился, посмотрел на сайте, есть Equibot, такой сайт точка ком, там вводите имя артиста и получаете информацию, каким железом, каким софтом он пользуется. Так вот, там где-то 90% артистов, которые там перечислены, работают с Ableton, и еще с чем-то, да, то есть Ableton на первом месте среди этих артистов. Logic тоже встречается, как и Cubase, как и все остальное. Ты говоришь про электронную музыку? Там все, там все. На этом сайте просто выбираешь, видишь, что там в топе артистов зарегистрировано там тысячи человек. Выбираешь Ableton, выбираешь по топу артистов и получаешь результат, что Ableton заявили, как свою любимую программу, там 900 артистов. Это не продают кубортисты? А? Нет, это Equibot. Вот. То есть, даже те, которые пишут музыку живем, они все равно используют Ableton. для живых ли выступлений, для подготовки ли материала, там, бэков каких-то, да, чтобы живьем все это исполнять, все равно Ableton все пользуются. И тут возникает такой вопрос, а зачем пользоваться чем-то еще, да, вот у нас есть программа какая-то, там, секвенсер, Logic, есть Ableton. Здесь мы можем делать production, здесь мы можем делать production и живье, живые выступления. И рано или поздно вам живые выступления понадобятся. Тогда зачем тратить свои силы на Logic, если можно сразу делать production в Ableton. И у вас все будет гораздо быстрее получаться с конвертацией ваших треков в живые выступления, если вы будете весь процесс делать в Ableton. Вот я в свое время так же подумал, и Logic теперь только обновляю и не открываю. Вот. Идем дальше. Значит, самодельный инструмент, я так решил обозвать, то есть это, в принципе, все возможные рэки. Да, то, что сейчас Саша показывал, что он там клавиши нажимает, получает аккорд. Такого изначально в Ableton не было, да, но я собрал штуку, которую назвал Chord Dance Generator. Да, принцип работы один и тот же. Давайте я его покажу. Ну, раз уж мы тут показываем такие штуки. КОНЕЦ